Продолжение следует... По просьбе женщин мы отнесли пока еще неподвижную птицу и место, где до нее бы не смогли добраться вороны. Это оказывалась одна из лестниц фасада запасного входа в магазин, которую облюбовали голуби. Холодными зимами здесь греется больше сотни птиц. Сейчас мы на этом месте увидели, правда, не более десятка, некоторые уже были мертвые. Остальные рядом на газоне клевали кем-то рассыпанное пшено. Можете себе представить, во что превратились ступени лестницы после многолетней голубиной ночлежки? А ведь рядом проходят семьи с детьми и малыши забегают в голубинную стаю. Птицы взлетают, поднимая крыльями пыль, перья, пух, которые оседают в детских легких. Думается, что эта вопиющая антисанитария порядком достала администрацию магазина, дворников и самуэпидемстанцию. Да и тех же местных жителей, которые пару раз в день проходят мимо этого безобразия. И я не удивлюсь, что у кого-то просто не выдержали нервы, и он пустился во все тяжкие. Вот и конфликт. Окрайние, как всегда, остались самые маленькие и беззащитные, но ужасно плодовитые и сизые голуби. Мы совершенно уверены, что этих мест в городе много, где сообщество людей и птиц открыто мешают друг другу. Мы уверены, что не только на набережной реки Смоленки, напротив метро Приморская, эти противостояния переходят в неприкрытое варварство. Напишите в комментариях, если рядом с вашим домом были случаи, когда кто-то травил голубей, или наоборот, птицы отравляют вашу жизнь. Эта экологическая проблема, мы уверены, должна быть доведена до администрации нашего города.